Привет, YouTube! Сегодня у нас на обзоре новинка от производителя Royal Enxilt. Это туристический мотоцикл под названием Гималая. Звучит смешно, но этим 400-кубовым чудом производитель бросил вызов легендарному GS 1200 и всем мотоциклам, которые конкурируют или пытаются конкурировать с ним. С их слов, после успеха GS, тенденция на рынке туристических мотоциклов пошла такая, что все производители начали гнаться за лидером, оснащая свои модели высокотехнологическими примочками, сверхмощными двигателями и, как следствие, запредельными ценниками. Это все, по мнению конструкторов Royal Enxilt, не нужно в путешествии и является грамотным маркетингом, который навязывает конечному потребителю, то бишь нам с вами, абсолютно ненужные характеристики мотоцикла, которые не то что не помогут в путешествии, а наоборот даже могут усложнить его. В оправдание своих слов, компания выпускает туриста без всего лишнего, оснащенного самым необходимым и подогнанного под любое путешествие, даже по гималайскому хребту. Давайте же знакомиться с ним и делать свои выводы, получилось хоть что-то из этого у них или нет. Итак, в новинке абсолютно новый двигатель, который производитель не использовал до этого ни в одном из мотоциклов. Это 411-кубовый одноцилиндровый карбюраторный воздушник с небольшим масляным радиатором, который, кстати, ничем не прикрыт от падения. Выдает этот двигатель скромные 24,5 лошадки при 6000 оборотах и 23 крутящих. Мало, не правда ли? Для чекушки маловато как, а для чесотки таки вообще ни о чем. Ну да ладно, едем дальше. Подвеска тоже самая обычная и простая. Телескопическая 21-мм вилка без настроек спереди и моноамортизатор сзади. Пролинк? Упаси боже, зачем эти буржуйские изыски простому путешественнику? Меньше сложных узлов на мотоцикле, меньше повода въехать на сервис. И все бы ничего, но вот взглянув на приборку этого простого и скромного мотоцикла, так сразу задаешься вопросом. А это точно бюджетный малокубатурный турист, выполнен в минималистическом стиле. Здесь стрелочек, лампочек и циферок реально больше, чем у истребителя. И блин, люди, здесь есть компас. Вы слышали все эти ужасные истории, когда мотоциклист терялся в путешествии и не мог вернуться домой из-за отсутствия на приборке компаса? Нет? Я тоже не слышал. И слава богу, теперь не услышу никогда. Royal Enfield позаботился об этом. Зато кикстартер, по мнению производителей, вам не понадобится в путешествии. Не знаю, может они так уверены в аккумуляторах, которыми будет комплектоваться мотоцикл. То ли установка кика удорожила бы мотоцикл в два раза, но кик на мотоцикле не предусмотрен. Еще раз повторюсь, это Enduro Tourist. В нем есть компас и нету кикстартера. Едем дальше. Бак у новинки на 14 литров. Этого может и маловато, как для туриста, но производитель обещает на полном баке от 400 до 500 км пути, что вполне достаточно. Тем более, увеличив бак, производитель поднял бы центр тяжести, а как следствие ухудшилась бы управляемость. Так что тут без претензий. При наличии полноценного Enduro 21 колеса впереди, производитель ставит 17 дюймов сзади вместо 18 стандартных. Кроме геморроя с поиском резины, это ни на что не влияет. Но все-таки маленький минус. Тормоза без сюрпризов. Передний 300 мм диск и суппорт на два поршня. Сзади однопоршневой суппорт и диск на 240 мм. Как для чесотки маловато, но для 24 лошадок более чем. При всем при этом минимализме, вес у новинки получился 182 кг, что никак не позволяет назвать мотоцикл легким. К примеру, 800 гусь весит 215 кг. Это при мощности двигателя 85 лошадей. Выходит, что у новинки абсолютно нету никаких козырей, чтобы назваться хорошим Tournduro. Я бы даже сказал, что плохим Tournduro его тоже с натяжкой назвать можно. Во всех аспектах мотоцикл получился каким-то незаконченным что ли. Мощности хотелось бы больше, веса меньше, дизайна это конечно на любителя, но блин, это не дизайн. И при всем при этом, на мотоцикле надписи Himalai больше, чем наклеек на кофре кругосветчика. Именно они и составляют этот дизайн. Ладно, я заканчиваю. Про цену даже говорить не буду, так как в нашей стране он поставляться не будет, а в Индии его цена составляет около 7000 долларов. Не знаю, за счет чего производители хотели сделать из этого мотоцикла народный туристический эндуро, но на мой взгляд у них это не получилось. И если вы согласны со мной, ставьте лайк и делитесь этим видео. На этом у меня все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, впереди вас ждут очень интересные видео. Спасибо за просмотр и удачи на дороге.